Вот такая маленькая да удаленькая коробочка приземлила сегодня на наш стол, обещает хорошо себя вести, быть веселой игрой в ассоциации, что сможет развлечь нас в дороге и даже если нас будет от двух до двенадцати человек, а еще умеет говорить на двух языках. Что ж, давайте-ка знакомиться. В игре нам предстоит объединять несколько слов с карточки одним словом, да еще и таким образом, чтобы наши ассоциации понимали другие игроки. Играть в нее можно как в кооперативе, то есть одной командой, так и в соревновательном режиме, где каждый сам за себя. Соревнуясь, игроки получают на руку определенное количество случайных карт. Чтобы победить, нужно первым избавиться от них. Каждый участник берет колоду своих карт и, не показывая остальным, немного сдвигает верхнюю карту, чтобы были видны вот эти номера. Они и обозначают те слова на верхней карте, которые вам нужно связать в ассоциацию. Причем вы сами выбираете простой или сложный вариант загадывать. В простом варианте нужно загадать всего два слова, обозначенные цифрами в кружках, а в сложном варианте все три слова. Но если отгадают все три слова, то это позволит вам сбросить дополнительную карту. Например, сейчас мой ход. Я выбираю простой вариант и говорю всем, что буду загадывать два слова. И мне нужно загадать слова под номером 1 и 2. Дом и жара. Я называю слово кондиционер и выкладываю карту в центр стола, так чтобы ее все видели. Другие игроки пытаются отгадать загаданные мной слова, причем сделать это раньше всех остальных. Как только кто-то догадался, он быстро накрывает карту ладонью и озвучивает свою версию. Загаданы слова дом и жара. Если все названо верно, то эту карту нужно сбросить. А отгадавший игрок забрасывает одну карту с руки по своему выбору. Если были загаданы три слова и угаданы с первой попытки, то плюс к этому отгадавший и загадавший сбрасывают еще по одной карте с руки. У каждого игрока всего одна попытка. Если не все слова были угаданы верно, то загадавший говорит о том, какое количество слов было названо верно. И игра продолжается дальше, до тех пор, пока слова не будут разгаданы или каждый игрок не воспользуется своей попыткой. Если и после этого слова не были разгаданы, то игрок, загадавший такую сложную ассоциацию, забирает карту обратно и кладет ее под низ своей колоды. Вот и все правила. Выигрывает тот, кто первым избавится от всех своих карт, или тот игрок, который в начале своего хода имеет всего одну карту на руке. Игра в команде отличается тем, что вашей задачей будет набрать как можно больше очков. Так же, как и в соревновательном режиме, каждый ход один из игроков будет становиться ведущим и загадывать слова на карте. А все остальные игроки будут совещаться и выдвигать одну общую версию. Если слова названы верно, то карта уходит в стопку победных очков. А если игроки ошиблись, то в стопку ошибок. Кроме того, если слова отгаданы, один из игроков может перенести верхнюю карту вниз своей колоды. Если, например, ему не очень нравится набор слов, которые ему предстоит загадывать. Также, если загаданы и отгаданы все три слова, то можно перенести карту из стопки ошибок в стопку победных очков. Игра завершается, когда в стопке ошибок становится больше карт, чем количество игроков. Или же, когда у всех игроков в руке осталось по одной карте. Количество карт в стопке очков и будет результатом работы вашей команды. Мнение. Кодовые имена. Стала первой игрой, которая открыла широкой публике жанр игр на словесные ассоциации. На нее обратили внимание даже искушенные игроки, и не зря Codenames имеет такой негласный статус пати-гейма для гиков. Одним словом, это ее прямой аналог и последователь. Это такая упрощенная версия кодовых имен, можно сказать, ее дорожная версия. Маленькая, простая в освоении игра на словесные ассоциации, которая может стать таким универсальным вариантом для какой-нибудь поездки. Собрались вы, например, всей компанией поехать на природу, кинули в карман колоду карт, и пока едете в электричке, играете. И действительно, компактность и низкая цена, пожалуй, главные плюсы вот этой маленькой коробочки. Другие важные моменты — это ее функциональность и обучающие качества. На картах есть те же самые слова на английском языке, и вы можете выбрать по своему уровню знания языков один из режимов игры. Вы можете играть, загадывая слова на одном языке, русском или английском, или сразу же на двух, и заодно запоминаете для себя какие-то новые слова. Кроме того, чтобы загадывать два или три слова, можно также выбрать уровень сложности по стороне карточки. На синей стороне слова для ассоциаций попроще, на красной, соответственно, посложней. Всего здесь 72 двусторонние карты, так что я бы сказал, что запас реиграбельности у игры присутствует. Я думаю, что ее цифровая версия для мобильных устройств тоже могла бы стать вполне востребованной, а возможно, даже и более популярней, чем ее аналоговая версия. На этом у меня все. С вами был Филипп. Играйте в те игры, которые вам нравятся. С любовью, канал Твой Игровой. Пока!